Чтобы прекратить выгорание, включается в каждом из нас самозащита. Не замечали? Это когда мы становимся несколько инфантильными и безразличными ко всему, что происходит вокруг. Чаще всего срывы случаются у учителей и врачей по причине переполненности общения. Но у кого-то психика включает защиту в виде «это не я плохая, это они все уроды». Родители же начинают думать, что ребенок у них растет не просто паразитом и потребителем, а полным идиотом. Способы борьбы разные, но давайте прислушаемся к тем, кто в этом что-то понимает. Чтобы не наступило или если уже наступило подобное состояние, во-первых, надо принять свою неидеальность. Более ласково и тепло относиться к себе. Отменить все лишние и избыточные задачи, ненужные дела и обязанности по дому. Заниматься в первую очередь собой. А если дело касается уже семьи, то как тут не вспомнить правиловой компанией. Сначала кислородную маску себе, а уже потом ребенку. Потому как выгоревшая истощенная мать уже не сможет справиться с родительскими обязанностями. Как и учитель, врач, менеджер уже не смогут правильно общаться с учениками, пациентами, клиентами, пассажирами и решать вопросы. Выгоревшему, что называется, все по барабану сработала психологическая самозащита. Но волна пошла, негатив затрагивает интересы окружающих. И это уже проблема, которую надо решать. И тогда уж не стесняйтесь тратить время, деньги, внимание на себя. От этого все, с кем вы общаетесь. И кто вас окружает, только выиграют. Итак, здравствуйте. В эфире Слог ТВ в студии Людмила Суверток. Неделя особо ничем не отличалась. В череде дней она не выделялась чем-то таким, что могло бы взволновать, остановить ваше внимание. Разве только то, что грузовой автотранспорт, автомашина с прицепом въехала в дом. Случилось это во вторник, 6 февраля в 11 часов на улице Ленина. У дома номер 37 водитель грузового автомобиля Рено Премиум ехал не груженый, с полуприцепом, налегке и не справившись с управлением при подъеме в гору, задней частью прицепа, полуприцепа при движении задним ходом наехал на жилой дом. В результате дорожно-транспортного происшествия транспортное средство и дом получили повреждения. В доме на этот час находились трое, в том числе малолетний ребенок. К счастью, никто не пострадал. И второе событие позитивное и долгожданное. Строители из Тюмени приступили к реализации первого этапа возведения пристроя к основному зданию школы номер 7, в котором разместится школьная столовая. На будущую стройплощадку и уже теперь на настоящую заводятся стройматериалы, песок, кирпич, цемент. Площадку обносят защитным забором. Столовая должна быть сдана к началу июля. Стоимость объекта около 43 миллионов рублей. В настоящее время решается вопрос размещения учебных классов по другим учебным заведениям до конца учебного года. Скорее всего, школьников примут в школу номер 17 и первая гимназия. Но вопрос пока открыт. Конечно, можно действовать по старинке. Решить все за подростка, за взрослого молодого человека или девушку, подбросив монетку. Можно выбрать вуз по результатам государственного экзамена. Можно определиться в последний момент и поступить по примеру друга. Но вряд ли это окажется верным. Лучше постараться навести порядок в мыслях и в поступках молодого человека, подростка и в его дальнейших планах. Бывает, что у подростка множество интересов. И поварское дело, и математика, и профессиональный спорт. Случается и обратное. У ребенка нет ярко выраженных интересов, но это обманчиво. На самом деле нужно просто разбудить, выпустить на свободу его способности. И уже опираясь на них, сделать выбор профессии. Профориентация молодежи поможет расставить приоритеты, по полочкам разложив потребности и ожидания, ну и страхи. Городской молодежный центр взялся за реализацию проекта по профориентационной подготовке и выбору профессии в будущем подростков от 14 до 17 лет. И назвала эту акцию в мире современных профессий. Но для этого им нужна помощь руководителей, предприятий и организаций. Основная цель проекта посещения предприятий и учреждений, готовых добровольно стать партнерами проекта. Проводить экскурсии, мастер-классы, беседы, презентации на своей базе. Кто готов помочь в общем нужном деле, можно обратиться со своими предложениями по телефону 3-31-23. Средняя школа номер 3 в поселке Алтыная впервые открыла свои двери в 1978 году. И вот уже 40 лет каждое утро школьный звонок зовет детей в класс. За это время из стен школы вышли более 700 выпускников. Многие из них сегодня трудятся в промышленности, занимают высокие руководящие посты, преподают в высших учебных заведениях. Есть среди выпускников полковники, подполковники и майоры внутренней службы, работники Министерства социальной политики, руководители департаментов, лесного и крестьянского хозяйств. Есть те, кто трудился и продолжает трудиться на особо ответственных участках, в частности в Главном управлении внутренних дел. Есть спортсмены и мастера спорта, есть награжденные правительственными и министерскими грамотами. Есть среди выпускников и школьные учителя. 16 бывших выпускников, закончив педагогические вузы и получив образование, остались работать в родной школе, продолжая замечательные традиции тех, кто стоял у ее истоков, укреплял и развивал традиции, создавал новые, открывая дорогу к знаниям. Создавал школьный музей, вписывая все новые страницы в историю школы. Школа сегодня может гордиться своим музеем боевой и трудовой славы, музеем своей землячки поэтессы Ксении Некрасовой. На встречу с учителями приехал каждый пятый выпускник. Это дорогого стоит. Как надо любить и свою школу, и своих учителей. Сколько уважения и благодарности испытывать, чтобы оставить дела и приехать, и еще раз сказать спасибо, встретиться с друзьями и односельчанами. Звучали поздравления от главы и заместителя главы городского округа, бывших директоров главы сельской администрации, и, конечно же, от учеников и выпускников прошлых лет. Сегодня в школе 15 классов и 170 учащихся. В этом году из стен школы выйдут еще семеро выпускников 11 класса, и столько же учащихся закончат в нынешнем учебном году 9 класс. Школа сумела сохранить свою главную традицию, умение сохранять в своих стенах теплоотношений, бережное и уважительное отношение друг к другу. И неважно, взрослый, друг, первоклассник или подросток, все здесь трудятся и обучаются вместе. В эфире итоговая передача о событиях прошлой недели. Для того, чтобы больница стала удобной для людей, зачастую совсем не требуется дополнительных затрат. Об этом наглядно свидетельствует опыт работы активистов Народного фронта. Говоря о совершенствовании системы здравоохранения, президент Российской Федерации неоднократно подчеркивал, что власть должна слышать своих граждан. Владимир Путин отмечал важность формирования механизмов обратной связи при оценке качества работы учреждений социальной сферы, в том числе учреждений здравоохранения. Пациентов, по словам участников акции из Народного фронта, волнует прежде всего организация работы внутри больницы, поликлиник. Несправная диагностическая техника или недостаточное комплектование необходимым медицинским оборудованием больницы, поликлиник – одна из причин возникновения очередей. Есть примеры, когда ограничена доступность поликлиник для инвалидов. Довольно часто активисты Общероссийского Народного фронта сталкиваются с ситуациями, когда гражданам навязываются платные услуги. Так, расходные материалы, например, шприцы, бинты и бахилы, должны предоставляться медицинской организации, иначе это нарушение. Большинство организационных проблем учреждений, на взгляд представителей Народного фронта, можно решать без существенных затрат. Например, проблему грамотного распределения потока пациентов. Пациенты, получающие помощь в рамках системы медицинского страхования, и те, кто пришел на платный прием, сидели в одной очереди. После проверки народных экспертов были открыты дополнительные кабинеты, и потоки пациентов разделили. Если ведут разработанный народный стандарт качества работы поликлиник, на него можно будет ориентироваться. Это итоги недели к другим темам. На Сухоложцементе в пятницу прошло торжественное мероприятие. За 45 лет существования завод выработал 100 миллионную тонну цемента. И это было обозначено в идее празднично украсить грузовой вагон, в который погрузили юбилейные тонны. К событию была выпущена даже юбилейная посуда, чайные чашки. В субботу, 10 февраля, прошла традиционная лыжня России. Старт состоялся, как обычно, в лесополосе микрорайона «Фабрики» в 12 часов. В нынешнем году это была 36-я всероссийская лыжня, в которой принял участие и наш город. Обещанное удовольствие от прогулки и адреналина от участия в общем-то спортивном мероприятии испытали все, кто встал на лыжню и прошел дистанцию с настроением. К другим темам. Еще несколько лет назад подъезды многоквартирных домов собственники квартир убирали самостоятельно. Одни составляли графики дежурств, другие нанимали кого-то для уборки, третьи ссорились с соседями, но безрезультатно подъезды оставались в большинстве своем грязными, с окурками и шелухой от семечек. Но многое изменилось с принятием постановления правительства Российской Федерации. В апреле 2013 года документ установил минимальный перечень работы услуг по содержанию и ремонту общего имущества, куда входило в том числе и содержание подъездов, потому как к общему имуществу собственников. В многоквартирном доме относятся межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, технические этажи и лифты. Сегодня на обслуживании бригады управляющей компанией, которые моют в подъездах, 190 домов, это 504 подъезда из 359 в городе и сотни на селе, где жильцы дали согласие на уборку. Кроме городских многоквартирных домов, у бригады из 10 уборщиц есть многоквартирные дома в Курьях, в Новопышминском, Филатовском, Рудянке, Знаменке, в районе кранового завода и фабрики. С 1 по 16 числа бригады, вооружившиеся тряпками, ведрами, моют лестничные марши и площадки, а с 16 по 31 делают сухую уборку. Большинство жителей отмечают, что в подъездах стало чище. Жители стали привыкать к порядку и поддерживать чистоту, ведь теперь она стоит денег. Два раза в год женщины организуют генеральную уборку, мытье окон, а в части домов оставляют на теплое время года. В продолжении коммунальной темы. Юлия Казанцева, заместитель директора управляющей компании Сухоложской, ссылаясь на газету «Коммерсант», сообщает о том, что власти страны могут начать введение дифференцированного тарифа по обращению с бытовыми отходами. Пока тема существует в пилотных проектах, которые будут запущены в ряде субъектов уже в нынешнем году. Кстати сказать, для тех граждан, кто будет отдельно собирать стекло, пластик и бумагу, Министерство природных ресурсов и экологии предлагает внедрить понижающий тариф. А вот Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации приступило к разработке поправок в КОАП Российской Федерации. Согласно поправкам, там будут введены виды правонарушения в сфере обращения с отходами производства и потребления. По новому законодательству штрафы для граждан в зависимости от правонарушения могут составляться от 2 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, для организаций от 100 до 300 тысяч рублей. Регионы к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами должны перейти в течение этого года. А тема коммунального хозяйства к образованию. Для тех, кто уже в нынешнем году выйдет из стен школы, 16 февраля в 13 часов Уральский государственный аграрный университет приглашает будущих выпускников на день открытых дверей. Адрес аграрного университета Тургенева, 23. И начало регистрации в 12.30. В программу дня открытых дверей включено проведение центром занятости населения профориентационного тестирования, которое можно будет пройти с 13 до 15 часов. Для участия в тестировании необходимо иметь при себе паспорт. Ну а теперь к такой важной теме, как Олимпийские игры. Зимние Олимпийские игры в Хенчхане стартовали 9 февраля. От России отправились 169 атлетов и 189 официальных лиц, в том числе 80 тренеров. Уральский федеральный округ представляют 13 спортсменов. 13 уральских спортсменов представлены в шести видах спорта. В шорт-треке, сноуборде, фристайле, керлинге, лыжных гонках и хоккее. Больше всего спортсменов из Челябинской области далее идет Тюменская, Свердловская и Хантамансийский автономный округ. Что касается других представителей Урала, то один из лидеров в биатлоне и лыжных гонках Антон Шипулин, а также Сергей Устюгов, не были допущены на Олимпийские игры. Напомним, что спортивный арбитражный суд в Корее рассматривал в ускоренном режиме жалобы 32 российских спортсменов на недопуск на Олимпийские игры в Хенчхане. Среди истцов как раз и были Антон Шипулин, Виктор Анн, Ксения Столбова и другие спортсмены. Объясняют причины, отстранение которых в Международном олимпийском комитете не сочли нужным, несмотря на то, что имена этих атлетов не звучали и не были замечены ни в каких допинговых скандалах. И только перед открытием Олимпиады стало известно, что суд отклонил апелляции 47 российских спортсменов против Международного олимпийского комитета. Как можно выдержать, конечно, такие удары? Их может вынести и не сломаться, и остаться в строю и продолжать тренировки только сверхсильный спортсмен. Для многих это была последняя надежда и последняя Олимпиада, к сожалению. Во Дворце культуры «Кристалл» на большом экране школьникам снова можно смотреть лучшие фильмы отечественного кинематографа. Сеансы демонстрируются каждую среду в 10 и в 15 часов, что удобно для обучающихся первой и второй смен. Киносеансы будут проходить бесплатно. Младшим школьникам уже понравился замечательный фильм «Офицеры», который демонстрировался в одной из прошлых сред. На городском рынке преобразования в сторону положительных перемен продолжаются. Над торговым залом закончена работа по замене кровли, а внутри по замене потолка. Кстати, не забудьте, что масленичные гуляния пройдут 18 февраля, воскресенье, именно на рыночной площади центрального рынка. А 17 февраля в 11 часов масленицу встретят на второй фабрике. Будет весело и интересно, организаторы приглашают. В этот же день в 13 часов вас ждут проводить зиму на площади у Дворца культуры огнеупорщик, где пройдет еще и конкурс петрушечников. А теперь о проблеме общества инвалидов. Некогда большое и широко известное своими добрыми и полезными делами общество инвалидов оказалось на грани своего исчезновения. На сегодня в нем остаются 34 члена общества. Всего же в городском округе числятся 2700 инвалидов. Члены же общества собираются в выделенной им комнате, там, где по соседству расположено другое общество, слепых. Приходят по четвергам в день общего сбора лишь каждый третий из 34. Остальные либо не желают, либо не могут в силу малой мобильности. У тех, кто не пропускает сборов, желание собраться и поговорить, похоже, не пропадает. Пока не нашлось, к сожалению, человека, который бы взял на себя ответственность, стать лидером, возглавить добровольное общество людей с ограниченными возможностями. Жить так, чтобы снова заявить о себе, привлекать в свои ряды новых членов, в особенности молодежь, планировать и вести систематическую работу, организовывать свой досуг с пользой, заниматься спортом, участвовать в творческих кружках, в самодеятельных художественных коллективах, конечно, можно. Условия для этого созданы. В Дворце культуры «Кристалл», например, ждет на свои занятия спортом и участие в соревнованиях и веселых стартах и клуб «Олимпик». Те, кто не хочет прозябать, проводят время в «Кристалле», где организовано свое общество людей с ограниченными возможностями. Как я уже сказала, есть вариант присоединиться к обществу слепых, где давно дело поставлено на рельсы взаимопомощи и организации полезного досуга. Но нет рачительного хозяина, умного руководителя, не идет на лад и дело. И как рассчитывать на помощь, если даже подаренной организации вполне рабочий компьютер, и тот подарили на 80-летний юбилей одному из членов общества. Вероятно, обществу необходимо грамотное сопровождение. Без внешней помощи социальных служб им вряд ли удастся справиться самим. Из народных новостей одна. На неделе в городе шерстили промышленные магазины, парикмахерские смотрели и продовольственные прилавки. Внешнюю комиссию интересовал вопрос, по мнению тех, кто стал свидетелем происходящего, чипирован ли товар, находящийся в продаже. И под занавес фраза дня. Вместо мостов вряд ли стоит строить стены. И еще стоит научиться смотреть на день, как на маленькую жизнь. Это все, что произошло за прошедшую неделю, которую мы прожили вместе с вами. Мы постарались рассказать вам в этом эфире об основных событиях, которые произошли за неделю и которые так или иначе касались нас с вами. Рассказать обо всем, что нам удалось узнать и увидеть. Рассказали, как еще жил город, что его заботило, что радовало и беспокоило. Это были итоги недели. Близится день всех влюбленных. За ним 23 февраля. С 23 февраля поздравления будут звучать для наших мужчин. Не забудьте поздравить и своего мужчину. Всех благ. До встречи в следующий понедельник. Надеюсь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...